Сегодня российские военные объявили о захвате донецкой деревни Пески. Согласно им, бои сейчас идут непосредственно в предместях Бахмута. Украинские военные заявили, что интенсивным обстрелом подвергались поселения рядом с Бахмутом, что российские войска предприняли наступательные операции с целью улучшения их тактического положения, но успеха не имели. Вчера и позавчера в украинских заявлениях говорилось, что у российских войск в Донецкой области был частичный успех, хотя деталей не приводилось. На юге, по сообщению украинских военных, были нанесены удары по нескольким складам оружия и боеприпасов. Речь сегодня шла об ударах с помощью самолетов и вертолетов, об участии в боевых действиях украинской авиации. Долгое время вообще никакой информации не было. Самолеты атаковали два склада оружия в Херсонской области в районе Каховки. Два вертолета нанесли удары по укрепленному посту российских войск в Николаевской области. Также были ракетные и артиллерийские атаки украинских войск в районе Херсона с уничтожением, в частности, противовоздушных российских систем МС-300. Страны ЕС заявили, что будут продолжать оказывать медицинскую помощь украинцам. С начала интервенции в госпитале в 18 европейских странах были направлены на лечение в районе тысячи украинцев, нуждавшихся в срочной медицинской помощи. Всемирная организация здравоохранения сегодня сообщила, что зарегистрировала 434 атаки на медицинские учреждения Украины, с начала войны в результате которых были убиты по крайней мере 85 человек и 100 ранены. Сегодня из украинских портов вышли уже три корабля с зерном, которые направляются в Стамбул. На этих кораблях 67 тысяч тонн зерна, как и первый корабль, их первоначально сопровождали украинские лоцманы, затем российский военный конвой. После инспекции в Стамбуле эти корабли отправятся в Великобританию, Ирландию и Турцию. Планируется, что завтра новые грузовые корабли начнут уже прибывать в украинские порты для погрузки новых партий зерна. Организация Международной Амнистии опубликовала доклад, в котором говорится, что украинские военные в некоторых случаях подвергают излишней опасности гражданское население. Они создавали военные базы в школах, госпиталях, осуществляли ракетные артиллерийские удары с установок в высоко населенных зонах, вызывая ответные удары. Согласно Международной Амнистии, в высоко населенных зонах украинские военные объекты размещались и в случаях, когда этому была альтернатива в виде лесов и других укрытий. Согласно Международной Амнистии, эти действия украинской стороны ни в коем случае не оправдывают российскую тактику массовых ударов по гражданскому населению. Президент Зеленский сегодня заявил, что доклад Международной Амнистии пытается оправдать действия террористического государства и сместить и сдвинуть ответственность с агрессора на его жертву. Сегодня израильские военные нанесли несколько десятков ударов по базам исламского джихада в Гази и по боевикам этой террористической организации. В частности, был убит в его квартире командующий отрядами исламского джихада с севера Гази. Согласно израильской разведке, он планировал террористический акт против израильтян. Также удары были нанесены по двум группам боевиков, которые направлялись на операцию с целью взрыва израильских танков. Министр обороны ГАНС заявил, что предупреждающие удары были нанесены потому, что израильтянам угрожала реальная опасность. Согласно ему, нужно понимать, что сейчас возможны обстрелы ракетами израильской территории и сектора Газа рядом с израильскими городами, которые, скорее всего, станут целями воздушных ударов, развернуты дополнительные батареи «Железный купол». Резкое обострение ситуации произошло после ареста в начале недели главы исламского джихада с западного берега в ходе рейда и масштабного столкновения с его сторонниками в Дженине. Средняя зарплата в Израиле в последнее время снизилась. Последние статистические данные имеются за весну. В мае средняя зарплата составляла 11 860 шекелей или 3 500 долларов на 250 шекелей меньше, чем в апреле. Снижение средних зарплат объясняет возвращением на рынок многих низкооплачиваемых сотрудников, которые были временно уволены в период пика вируса и также некоторым, объясняется, спадом в высокотехнологичном секторе. В следующей части о резком росте штрафов за превышение скорости на Манхэттене. Оставайтесь с нами.